Всем привет! Мы сейчас с супругой собираемся ехать в Шпрахшоле. Сейчас будем сдавать тест, не определять наш уровень языка. Там уже, потом в дальнейшем будет интервью с ними, они укажут нам, где мы будем учиться, какой уровень языка у нас есть, ну и на что мы согласны или не согласны. Мы постараемся попасть в один курс, на один уровень, чтобы было нам легче, потому что наша дочь учится, чтобы было со школы легче. Сами понимаете, она учится утром, не всегда к первому уроку идет, иногда к второму уроку, бывает даже к третьему уроку. Но это такое расписание у ребенка, поэтому нам нужно будет максимально сделать так, чтобы попасть в один курс. Записал нас туда наш родственник Яков, просто позвонил и записал на ближайший запись термин, все, ближайший, который от нашего дома. Вот так произошло, то есть он нашел буквально, я думаю, что я тут гуглюю. Что будет потом, какие вопросы задавали, что говорили, как мы договорились на то, чтобы попасть в одну группу, если у нас получится. Я обязательно в продолжение этого видео расскажу. Почему я сейчас не снимаю на улице, а в подъезде, потому что там идет прекрасный дождь. Такой спокойный. А машина находится далеко, придется бежать до машины. Как-то так. В дальнейшем видео я все расскажу, что да как. Еще покажу, как мы едем, сейчас в машину сядем, снимем видео. Сегодня мы едем, у нас прав пусты. Да, это очень молодец. Что они не сказали? Все правильно сказали, сейчас наедем, быстро сдадим тесты, покажем, какие у нас шикарные знания немецкого. У нас сейчас классный дождь на улице. У нас такой лимит прям был. Ну он сейчас тихо, кстати, я когда уходить собирался, был сильнее. Ремонт дороги едят. Да, здесь свертофор установили, а теперь что-то ремонтируют, бордюры. Вот такой склон, наклон. Туда спускаться еще комфортно, а вот подниматься ужасно. Если особенно еще с покупкой. Да, особенно если ты едешь. Да? Какой интересный. Не скажу, что он прям супер исторический где-то. Наверное, не такой уж он, скажем, старый город, да? Наверное. Маленькая. 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 Там очень много русскоговорящих. Хайтах. Все, мы подъехали тут где-то. Здесь прямо надо? Тут написано, что вот с этой стороны. Там сейчас вот поворот и там. Ну, уже подъезжаем мы вот. Сейчас Захшулик у нас. Разберемся картой. Тут вроде есть поворот. Сейчас будем искать. Вот с утра куда-то. Вот сюда. Через 200 метров поверните направо. Вот. Вот это? Да, вот сюда. Это что? Что, центр? Наверное, нет. Направо, вот сюда? Вот сюда. Только что были здесь центральные, скажем, отделения. Они проводят тесты, делают термины, а потом распределяют по уровню знания. Ближайшая запись после обеда учебы в курсе это май. А если хотите утром, допустим, мы хотели бы утром, то сентябрь. Я до сентября ждать не могу. Я, наверное, пойду в Перм учиться после обеда. У нас вся сложность состоит в том, что доча учится, а она до часу дня и не получится сделать после обеда. Вот. Это единственная помеха для нас. Оставить дочи здесь некому. Мы здесь только вдвоем. Или пойдем? Еще брат мамин. Ну, брат мамин далеко живет. Ну, да, супруги брат живет очень далеко от нас. Не получится так сидеть. Вот. Там в Казахстане-то бабушка была с нами. Ну, здесь очень приятная женщина. Начала с нами говорить по-немецки. Мы, в принципе, говорили по-немецки до того момента, как я не начал спорить с супругой. По времени она сказала, давай по-русски. Еще был разговор, что на тесты мы должны прийти с дочи. Мы хотели прийти, а она не хотела нам это разрешать. Все, что ребенок может кипшовать и устроить. Плохо там будет. Мы сказали, что ребенок будет очень себя тихо вести. Поэтому как-то так, короче. О, парковка для меня это была целая история. Я парканулся. Вот. Это платная парковка. Стоит 3 евро. Я заплатил 3 евро. Это больше часа времени. В общем, как-то так. Ну, когда мы придем 6-го. А, еще тесты мы сдадим не сегодня. Мы думали, сегодня будем сразу тесты сдавать. А тесты мы будем сдавать 6-го марта. 6-го марта в 2 часа дня. Вот как-то так, короче. Очень, очень все долго. Она говорила, что очень много курсов. Почти 8. 8 классов, которых нужно начать курсы. Учителя не хватает. Времени мало. Помещений мало. В общем, слишком много народу хотят учить язык. Такие вот дела. 6-го числа, когда мы будем проходить, когда сдадим курсы, потом нам еще раз назначат на устные, сказали. С нами будут устно разговаривать. И там будут решать, когда мы пойдем учиться. То есть, какой у нас уровень языка и куда мы пойдем учиться. Вот после всех этих, после каждого выхода, я еще обозначу. Ну, то есть, запишу видео. Сегодня у нас 23 февраля, чтобы вы понимали. Записывались мы сюда две недели назад. То есть, готовьтесь. Я вам скажу, что я вам советую всем, абсолютно всем, как только приехали, как только заселились, все, сразу же ищите курсы языка. Да, очень важно быстрее записаться. А уже, когда начало будет, там уже ваши документы будут готовы. У вас же на руках будут от Фридланда оплата курсов. Так что, мы не знали, мы думали, пока документы получим с Ротхауса, пока пропишемся. Оказалось, это все ерунда, это не нужно было ждать. Могли бы очень давно уже записаться, чуть ли не 19 января, как приехали в квартиру. Вот как-то так. Ну, ладно. Это урок. Зато я вам говорю, чтобы вы знали, те, кто собирается сюда, те, кто смотрят нас, у кого есть планы в будущем сюда приехать. Да, без разницы. Это не только в нашем городе, это везде.